Пенсионная фонда 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 с 1 августа делаем перерасчет с учетом баллов которые заработали за прошлый год вот в этом году мы сделали порядка 110 тысяч перерасчетов с учетом баллов за семнадцатый год для них что-то с 1 января меняется так для не сферы не к сожалению ничего не поменяется то есть они не получат индексацию пенсии потому что эта норма нас таки осталась прежней то есть индексация коснется только неработающих пенсионеров работающим пенсионерами как бы с 1 августа ежегодно как продолжали таки будем продолжать делать перерасчет с учетом баллов а повышение возраста трудоспособности как-то негативно скажется на тех пенсионер которые сейчас существуют или может быть наоборот не тут наверно пожалуй наоборот я вот сами соглашусь что-то пожалуй наоборот потому что если у нас в последнее время как-то наверно уже знаете что индексация была примерно на уровень интелляции и если в прошлом году у нас и прошу прощения в этом году нас инксация была всего на 3,7 процента то есть это в денежном выражении но где-то порядка 400 рублей то начиная с 1 января 2019 года значит там уже у нас предусмотрен индекс 7,5 процента и причем в законе прописано индексация пенсий ежегодно уже до 1 с 1 января 2019 года по 24 год и то есть в принципе у нас все индексы уже получается намного выше чем инфляция то есть в этом году будет вот на 7,5 процента на будущий год там немножечко поменьше даже я могу вам сказать на 6,6 процента в двадцать первом году на 6,3 процента и вот так далее до 24 года все уже индексы прописаны указаны а их пересматривать могут в принципе или нет пересматривать но если будут какие-то вносить поправки закон то но это уже все законе прописаны все эти индексации уже прописано законе до 24 года ирина глибовна разведничать пожалуйста слух о том что работающим пенсионерам нужно срочно до 1 января уволиться и потому что они потеряют все индексации так лет и но по работающим пенсионерам нас абсолютно ничего не поменялось то есть пока человек работает мы ему пенсию не индексируем но после вывода он увольняется мы со следующего месяца после увольнения пенсию индексируем и все пропущенные индексы мы прибавляем пенсии и предположим если гражданин у нас уволиться ну даже в декабре уволиться декабре уволиться да то моему с 1 января 2019 года размер пенсии пересмотрим сделаем доплату за январь февраль март а в апреле он уже получит новый размер пенсии с учетом доплаты и все индексы которые он пропустил будучи работающим он безусловно получит а самое главное это увольняться не конечно не же не звонятся не надо то есть если позволяет сама работе можно работать конечно лучше работать как будет работать система баллов из стажа для получения права выхода на пенсию сейчас так но система баллов из стажа она тоже нас не поменялось значит тоже нас если в этом году у нас требуемый стаж был 9 лет и необходимое количество баллов 13,8 то на будущий год значит требуемо баллы будут 16,2 балла а стаж нужен будет 10 лет для права на пенсию страховую пенсию по старости но при этом я хотела бы вот еще обратить внимание то что в новом законе предусмотрена норма которая повышает которая предусматривает как бы снижение возраста выхода на пенсию на два года если гражданин имеет длительный стаж работы это получается 37 лет для женщин то есть они могут выйти на пенсию на два года пораньше чем обычный возраст и 42 года для мужчин если предположим у нас сейчас устанавливаться возраст 60 лет для женщин 50 65 для мужчин то если гражданин имеет длительный стаж работы то он естественно может выйти на пенсию пораньше то есть женщина 58 лет а мужчина соответственно 63 года поэтому сейчас стаж очень важен но он был важен всегда но в настоящее время он особо важен я так понимаю что изменения к коснуться еще и жители сельских районов что у них поменяется тогда тоже нас жители села тоже эта норма она уже была введена еще в 2015 году но вот к реализации мы приступаем с 1 января 2019 года то есть также значит у нас жители села получат прибавку к пенсии будет увеличена фиксированная выплата на 25 процентов за 30 лет отработанного стажа на селе это обязательно это обязательно условия более того значит гражданин в этот период получения повышенной фиксированной выпады не должен работать то есть у нас будет рука не работающие граждане получать жить на селе и иметь стаж 30 лет но вот сейчас мы эту работу тоже проводим и у нас тоже законом установлено что мы должны до 1 сентября эту работу закончить и произвести пересчет с 1 января 2019 года то есть мы до сентября еще можем проверять дела может быть мы его прием сентября вы уже наверно проверили нет до сентября следующего года да 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 потому что там зита требует еще очень требуется очень много работы потому что мы вручную проверяем пенсионные дела потому что все равно хочется каждому сделать приятно и поэтому законодательно установлено что мы до 1 сентября 2019 года должны закончить эту работу поэтому вполне возможно что мы проведем пересчет немножко позднее не прямо с 1 января немножечко позднее но доплата будет любом случае с 1 сентября с 1 января 2019 года и более того у нас значит если гражданин обратиться к нам с какими-то документами но о сельском стаже так скажем да в течение 2019 года мы ему также сделаем доплату с 1 января 2019 года что такое сельский стаж сельский стаж это именно работа в отраслях сельского хозяйства то есть вся работа которая протекала в отрасля сельского хозяйства она считается сельским стажем мы эту информацию заводим в базу данных пенсионеров и вот с учетом этого сельского стажа будем увеличивать фиксированную выплату на 25 процентов это примерно 1333 рубля то есть категории там учителей врачей они не попадают они к сожалению попадают да они к сожалению попадают а много ли вообще тех кто попадает в эту категорию кто получит ну вот на сегодняшний день мы уже такую работу провели конечно может быть не совсем еще предварительно какие-то где-то порядка 11 тысяч пенсионеров у нас уже отработан то есть мы завели по документам которые имеются пенсионном деле этот сельский стаж я вот еще раз наверно повторю что если какие-то документы у гражданина может быть имеются дома он там не подходил потому что раньше принципе работа в сельском хозяйстве она не была важна никогда не была важна нам для этого для назначения пенсии то конечно можно обратиться можно обратиться документы принести это все ведем базу данных и изменения в законе коснулись и многодетных мам у которых три более детей да это тоже новая норма в законе предусмотрена если мы раньше надо срочную пенсию у нас имели право только мамы имеющие пятерых детей которые их воспитали до 8 летнего возраста и и мест имели страховой стаж не менее 15 лет то новая норма она также позволит мамам которые имеют 4 детей у типа раньше на пенсию это получается уже 56 лет и мамы которые имеют трех детей они также могут идти пораньше на пенсию 57 лет но при этом значит нам нужен обязательно факт воспитания до 8-летнего возраста и страховой стаж также не менее 15 лет То есть эта норма, она новая, она будет действовать с 1 января 2019 года. В целом, все эти изменения для пенсионного фонда, вообще в плане работы, усложняется ли для вас процесс весь этот? Ну, процесс, конечно, сейчас будет немножко сложным, пока мы не заключим эти все соглашения, даже с гражданами предпенсионного возраста, а это ведь вы знаете, там были внесены изменения и в Трудовой кодекс, и в Уголовный кодекс, по-моему, внесены изменения. То есть вот даже, предположим, если этому же предпенсионеру страхователь должен представить 2 дня для правки здоровья, там, по-моему, для диспансеризации, да, то, конечно, гражданин придет к нам сюда. То есть он придет к нам сюда, а мы должны определить его, он является предпенсионером или не является. И поэтому, говорит, пока мы не заключим соглашение, пока еще у нас, конечно, будут сложности с такой категорией граждан, как вот, не получатели, а вот именно те, кто работают по списку, те, кто работают на севере, те, кто работают педагогами, медицинскими работниками, потому что мы довольно-таки, ну, там сложены всякие есть моменты, которые мы смотрим. И вот с этой категорией граждан, конечно, у нас будет, наверное, немножечко сложновато нам с ним будет работать. То есть сразу определить, вот сразу прямо, как бы, вот на части, то есть человек пришел, мы сразу говорим, да, вы предпенсионеры, наверное, у нас так не получится. Но еще я тоже хотела сказать, что у нас же новым законодательством предусмотрено, что человек, который имеет накопительную пенсию, у него так и осталось право получения ее в 55-60 лет. То есть как вот у нас вот нынче было закреплено законом, так и осталось. И поэтому с этой категорией граждан мы тоже пока еще это самое, не знаем, как мы с ними будем работать, потому что действительно человек придет. Во-первых, многие, может быть, и не могут и не знать о том, что да, у него есть накопительная пенсия, что он имеет право обратиться в 55-60 лет. То есть вот нам тоже, вот с этой категорией граждан нужно будет поработать. Поэтому, конечно, работы нам прибавится, очень много работы прибавится. А как он не может знать? То есть ему там работодатель не сообщил о том, что у него накопительная часть? До 57-го года у нас у всех формировалась накопительная пенсия. Но это тоже граждане все знают. К сожалению, не все знают. И поэтому вот у таких граждан в 2002-2003-2004 год формировалась накопительная пенсия. После этого она пенсия не формировалась. И вот как раз вот такие люди-то у нас не знают, что у них была накопительная пенсия. А я говорю, более того, если они подписывали там какие-то заявления, это самое... То есть их шаги-то сейчас какие? Так, но их шаги какие? То есть при достижении возраста 55-60 лет, при достижении возраста 55-60 лет, если формировалась накопительная пенсия, но это, конечно, он может узнать через свой личный кабинет. Это вот тоже как бы, это нам хорошее сейчас подспорье. То есть гражданин о всех своих пенсионных правах может узнать через личный кабинет. И поэтому, если у него есть накопительная пенсия, то при достижении возраста 55-60 лет он может к нам обратиться за ее выплатой. Спасибо большое, что пришли и ответили на наши вопросы. Это было экспертное мнение. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»